Миронов Алексей Тихонович Войну начал на Курской дуге курсантом военного училища, пулеметчиком с Максимкой За время войны был раз в четыре раза ранен тяжело Войну закончил в должности командира пулеметного взвода в Прибалтике Награжден тремя орденами и медалями многими, ну где-то десятка-два Когда мы ехали на фронт, у нас такое было боевое настроение Нам казалось, что вот как раз там нас не хватает, чтобы окончательно победить этих немцев И мы приехали когда с таким рвением, с таким желанием Именно победить врага, не дать ему дальше продвинуться И надо сказать, эту задачу мы выполнили Но далась она нам очень тяжело Не имея большого, практически-то и не было боевого опыта Были теоретические знания, так как нас учились, как воевать А вот как делать это, к сожалению, приходилось приобретать в схоже войны Единственное, что у меня такое вот в памяти от этой битвы осталось Это когда мы отражали атаки танков противникам Даже прошло вот много уже, более 60 лет Но когда я вспоминаю, когда танк перелазил через траншею Или окоп, где я сидел Мне все казалось, у него гусениц провисает И мне казалось, что он вот сейчас этим гусеницем заденет И вместе с гимнастеркой и стащит и кожу Но ведь это не только надо было пролежать там Мы отлично понимали, что вслед за танками идет пехота Надо срочно, как танк прошел, подняться Поднять эту махину, максинку, более 70 килограмм Надо начинать стрелять И на это все отводится какие-то секунды Даже минута оказалась огромной, потому что немцы могли подбежать к окопу Наверное, за счет смелости, храбрости, а может быть и выносливости А вернее, наверное, все-таки за счет неуемного желания победить Мы эту задачу выполнили Много ли нас осталось? Я даже не знаю Значит, так Через 11 дней я был тяжело ранен В госпиталь попал В госпитале в эшелоне, когда нас видели Я одного только парня видел из нашего училища И практически после этого я никого курсанта своего военного училища не встречал Редактор субтитров А.Семкин